Всем привет! С нами Роберт Фахреддинов, который занял второе место на прошедшем LG Кубке ФКФ России 2020 по киберфутболу. Привет, Роберт! Расскажи нашим зрителям немножко о себе и как давно ты в киберфутболе. Всем привет! Меня зовут Роберт. Многие меня знают, наверное, из комьюнити Юрэ. Родился в Уфе, живу в Москве, представляю ЛОКО. Последнее время, как всем известно, бушует в мире коронавирус. Как ты переносишь это время и как ты считаешь, в положительную сторону он влияет на киберфутбол или в отрицательную? Ну, скорее в положительную, наверное, потому что в любом случае турниров стало больше. Да, они не лановые, но онлайн поднялся очень сильно и много турниров было от букмекерских компаний, которые бы, наверное, не были возможны без этой всей пандемии. Но, опять же, конечно, глобально это все плохо, но конкретно гейминга это не сильно коснулось, на мой взгляд. И, опять же, как я уже сказал, наверное, для нас это даже скорее такой небольшой плюс. Ты не так давно выиграл турнир от телеканала Матч ТВ. Это один из примеров плюсов? Ну, это какой плюс, что мы там попали на Матч ТВ, да, поиграли турнир фановый, безусловно, потому что, наверное, опять же, без пандемии вряд ли бы там соорудили, придумали такой турнир. И было, опять же, приятно поиграть там с всеми звездами, футбола, телевидение. Но глобально, конечно, для меня, как для игрока, понятно, этот турнир не значит так много, как турниры соревновательные. В первую очередь, я, конечно, имел в виду турниры, которые проводились букмекерскими компаниями, с большими призовыми и действительно со статусом, потому что эти турниры собирали лучших игроков. Многие турниры перешли в онлайн, и, как ты сказал, уже очень много. Как ты адаптируешься вот к этому, что сейчас приходится играть почти всегда онлайн? Ну, адаптироваться к этому тяжело в любом случае, потому что, понятно, там 2020 год, интернет везде хороший, но вот я даже сейчас был две недели в Уфе, в родном городе, и если сравнивать даже с тем, что было, когда я там играл в 2015-2016 году, то, мне кажется, даже тогда был коннект лучше, потому что все-таки коннектились напрямую, если там брать ту же Weekend League, коннект был не через серверы, а напрямую с соперником, и по ощущениям тогда из Уфы было играть легче, чем сейчас. Сейчас я даже не представляю, может быть, я просто уже привык к условиям, которые есть в Москве, там иногда выезжаешь в Европу поиграть, там не только на Ланы, а просто там вот играть какие-то отборочные, и понятно, что уже ты привык к условиям, которые гораздо лучше, чем в регионах, вот. Но мне кажется, что сейчас действительно я вот просто не представляю, как люди из регионов играют, и я там сыграл в Уфе один отборочный, мне было довольно тяжело играть, поэтому из Москвы, из Москвы, конечно, комфортно, но все равно бывают матчи, где вот даже на том же Кубке России играешь одну восьмую, одну шестнадцатую первой стадии с ребятами, которые в основном там откуда-то из региона, и тяжело, но опять же некуда деваться, и ты не можешь с этим ничего поделать, там нельзя поставить, просто там снять соперника, еще что-то, это не его вина, к сожалению, там каких-то серверов внутри России у нас тоже нет, поэтому ну вот так вот играем, как играем, как есть, и, если честно, уже, наверное, за последние годы адаптировался к этому именно ментально, то есть, понятно, в игровом плане тяжело адаптироваться, потому что ты не можешь показать того, что ты умеешь на сто процентов, но ментально ты уже привык, свыкся, и даже если что-то не получается уже внутри, как-то не бомбишь, а просто сидишь и там доигрываешь матч. Ну, ты ответил почти на мой следующий вопрос. Кубок России мы проводили в онлайне, естественно, по причине пандемии, кого бы из игроков мог отметить, с кем было тяжело или интересно играть? Да, я так на скидку не вспомню, наверное, всех, с кем играл, но, понятно, решающие стадии, в основном самые такие, наверное, запоминающиеся на любом турнире, вот, и там с Абельдосом, по-моему, был матч, насколько я помню, был еще до него парень молодой Ковальчук, по-моему, его фамилия, он был на нашем турнире от Лока, по-моему, выиграл даже его, вот, довольно хорошо себя показал, я был в большинстве в первом матче, но умрился проиграть в золотом голе, вот, и потом выиграл два подряд матча. Ну, и, конечно, с тиммейтом, с Андреем всегда хорошие, интересные матчи, вот, и в виннерах, по-моему, я выиграл, да, я выиграл, не помню точно, по-моему, да, я выиграл, и потом проиграл уже в гранд-финале, вот, ну, опять же, интересно играть, безусловно, решающие стадии, потому что и накала больше, и люди, которые в основном доходят на решающие стадии, они уже, у них и психология немного другая на матче, и, опять же, ты сам понимаешь, что цена игры, она, ну, немножко вырастает, и, соответственно, опять же, от этого тоже интереснее играть. А вот мы провели кубок в онлайне, а в то же время Electronic Arts полностью отменил все свои активности, отменил чемпионат мира, но что ты думаешь по этому поводу, стоило им это делать или нет, или можно было все-таки в онлайне поиграть? Я думаю, отменять совсем не стоило, чемпионат мира, по крайней мере, я бы провел точно, потому что, наверное, обидно тем игрокам, которые там в первой десятке и уже математически себе обеспечили участие на чемпионате мира, и тут их лишают такой возможности, понятно, что и есть, сделали круто, они разделили весь призовый фонд, оставшийся, ну, пропорционально, в зависимости от количества очков, которые ты набрал между топ-100 игроками, да, вот, но это не заменит участие на чемпионате мира, да, потому что деньги деньгами, но у тебя может быть такой один сезон, да, как там у Clash Crazy, который на первом месте сейчас в мировом ранкинге, я помню, с ним играл еще в 2012 году, но игрок абсолютно посредственный, но, опять же, ввиду того, что это FIFA очень закрытая и поощряет игроков, которые играют на кооп-камере, на высокой, и он как раз один из тех игроков, и вот он так жестко пробился в топ, и не сыграет на чемпионате мира, ну, не факт, что у него там появится еще такая возможность, ну, и, конечно, обидно за игроков, опять же, которые стабильно играли на протяжении всего сезона, и, ну, все-таки чемпионат мира, это 32 человека, 16 PlayStation, 16 Xbox, можно было рассадить, соблюдая дистанцию, там, в 3-4 метра, неважно, это все можно было сделать при желании, но я думаю, что просто ей глобально в этом не сильно заинтересованы, если у них есть возможность, грубо говоря, откупиться, и они это сделали, поэтому, ну, как бы, лично для меня там, ну, что я потерял глобально, я потерял, да, Лигу чемпионов, на которую я мог отомраться, но, опять же, в этом году они сократили количество квот, вот, то есть квот меньше, чем в том году, когда я отомрался, поэтому, не знаю, понятно, что там было еще, помимо этого, два отбора, но, опять же, никаких гарантий, что я бы прошел, вот, и лично я там не сильно расстроился, потому что игра мне не сильно нравится, хоть я как раз-таки вот к весне, к лету обычно набираю прям свою оптимальную форму, и обычно играю хорошо и на ланах, и в онлайне, вот, но, окей, нет и турниров, было много, опять же, турниров, как ты сказал, и даже там хорошо провели время на турнире от Матч ТВ, и было много там букмейкерских компаний, опять же, турниров, и сейчас продолжаются хорошие, интересные онлайн-турниры, поэтому, ну, что поделать, это, опять же, обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, поэтому остается только играть, и все. Ну, все равно, мне кажется, киберфутбол получил свои плюсы определенные от коронавируса, а чего бы ты хотел в плане развития от киберфутбола в ближайшем будущем или, ну, в следующий сезон? Я глобально, если честно, уже не жду, уже сколько играю, и, конечно, те игроки, которые играют там первые два года, даже три, они, наверное, не знают, что раньше FIFA, наверное, была все-таки более скиллоориентированной, и сейчас очень много зависит, понятно, психология она всегда решала, но представьте себе, что там FIFA 20 можно, грубо говоря, выиграть чемпионат просто потому, что ты там самый терпеливый игрок на планете, то есть не потому, что у тебя лучшая атака, или ты умеешь там лучше защищаться, еще что-то, просто потому, что ты терпелив, и все. И смешно, если бы в футболе такое решало, то там, условно, граната, блин, побыв там неделю на занятиях йогой какой-нибудь, приезжал бы, обыгрывал бы Барса, но поэтому я глобально, честно, ничего, ну, уже не жду, потому что каждый год мы ждем, и даже FIFA 20, которую мы ждали, когда была бета, когда нам разработчики за месяц дали бету, открыли форум закрытый, в котором мы писали, что нужно исправить, и действительно было много отзывов от проигроков, и я лично там тоже участвовал в этом, было интересно, и они сделали на выходе игру, которая там первые три недели, наверное, была лучшей за последние четыре года, там, со времен FIFA 17 она даже, наверное, была лучше, вот, но прошел месяц, и там первые патчи, все это убили обратно, и игра, опять же, стала очень сильно такой рандомной, то есть понятно, что периодически, ну, что это там рандом, раз в несколько матчей, но глобально его все равно очень много, и на дистанции турнира, когда ты играешь много матчей, ты можешь проиграть даже там очень слабому сопернику, поэтому я уже ничего не жду, ничего не жду, просто... Поменьше рандома, может быть? Поменьше рандома, этого не будет, опять же, EA не заинтересована глобально в кемораспортивной составляющей, вот. Ну, если смотреть на геймплей, понятно, если смотреть на турниры, то они с каждым годом, в принципе, делают даже больше турниров, там в этом году была не только Лига чемпионов. Визуально может показаться, что они действительно там развивают индустрию, все это круто, есть призовые, клубы, очень много всего-всего-всего-всего, но с точки зрения, конечно, соревновательной я уже ничего не жду, и глобально вот именно соревновательную кемораспортивную часть они не развивают с точки зрения геймплея. Ну, надеемся, что ты ошибаешься, Electronic Arts, а может тебя услышат и все-таки поменяют игру, сделают ее больше ориентированной на скилл, но, кроме всего прочего, ты много лет уже участвуешь в турнирах и постоянно показываешь высокий результат. Как тебе удается это сделать? Это сколько там, 7-7 лет, наверное, играю уже. Ну, понятно, что во многом где-то опыт, и опять же, из-за того, что для меня это, ну, это моя работа, вот, понятно, что работой ее тяжело назвать, но 7 лет, и все 7 лет я был всегда с командой, там, с первого года, как я начал играть, поэтому, безусловно, я отношусь к этому серьезно, и, наверное, половина соперников, которые против меня играют, они не относятся к этой игре так, как отношусь к ней я, и во многом из-за этого они проигрывают. Хотя я могу сказать, что к большинству турниров я готовлюсь, наверное, даже меньше, чем все те игроки, с которыми я играю, гораздо меньше порой, вот, если мы говорим о российских турнирах, вот, и во многом это уже, наверное, просто определенный опыт, вот, который, там, и ментальный, и игровой, понимание каких-то нюансов, которые помогают, вот, на дистанции мне побеждать, вот. Но, наверное, в какой-то степени это и талант тоже, потому что каждому человеку там что-то дается, вот, мне просто дается эта игра, и каждый занимается своим делом, я занимаюсь своим делом, сейчас мне это нравится, у меня есть, там, хорошие условия, у меня есть все для этого, мне нравится играть на ивентах, путешествовать, и поэтому я этим занимаюсь, вот, как только, наверное, мне это надоест, и я с этим закончу, переключусь на что-то другое, вот, вот, все. Ну, надеемся, что ты будешь этим заниматься еще долго, нам нужна конкуренция в стране, а что ты можешь передать или посоветовать новичкам, вот, три совета, которые ты мог посоветовать новичкам, чтобы их результаты росли, и чтобы они смогли тоже выигрывать на турнирах? Никаких советов, я еще здесь, я еще играю, вот, поэтому... Ну, какие-нибудь такие, чтобы это не тайны, но... На самом деле, часто бывают, там, молодые игроки какие-то, ну, там, личка, понятно, сейчас давно уже закрыта, но, там, писали, все равно комьюнити есть определенная, и пишут, там, как попасть туда, как бы, даже на, там, каких-то стримах, видишь, люди спрашивают, слушай, там, типа, ну, условно, там, Женя, как попасть в киберспорт, но ты думаешь, блин, ну, таких вопросов вообще не должно быть глобально, если, как бы, тебе нравится игра, ты в нее играешь, ты, там, смотришь стримы, сейчас есть все это в открытом доступе, ты видишь, там, Викинг Лига, Викинг Лига, это доступ, там, ну, Викинг Лига, это, по сути, показатель того, там, что ты можешь в этой игре глобально, ну, то есть, для начинающих игроков это точно показатель, то есть, ты, там, хотя бы Элиту 1 делаешь, то, значит, ты уже можешь, там, начинать играть на турнирах и действительно пробовать себя, то есть, ты начинаешь играть, просто турниры, и все, ты смотришь, если тебе нравится, ты играешь, если тебе не нравится, не получается, не играешь, опять же, это же от каждого человека зависит, мне кажется, если у человека есть цель какая-то, он хочет чего-то добиться, или ему действительно интересно себя попробовать в гимнерспорте, попробовать поиграть на чемпионатах, побороться, то он не будет никаких вопросов спрашивать, он просто будет играть, тренироваться, приходить на эти турниры и все. И играть до тех пор, пока ему это будет нравиться. Поэтому глобально, но каких советов вообще тяжело дать, потому что все это индивидуально. У каждого человека свои какие-то таланты, свои какие-то тараканы в голове. И опять же, условия у всех разные. Я знаю один совет. Занимайтесь йогой. Йогой? Ну это точно. FIFA 2. Играя в эту FIFA, да, все-таки ментально вы должны понимать, что если много слишком горит, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому да, ментально психология в принципе так же важна, как и в спорте. И психология во многом это половина успеха, наверное, точно. Ну, вот это были советы от Роберта. Все остальные советы вы получите только тогда, когда он закончит карьеру. Ну и последнее, пожелай, передай приветы. Ну, приветы какие? Как раньше, команде может. Было модно, да, спонсорам все, когда еще там только начинали. Спасибо тем-тем за то, что сделали, возможно, мою проездку. Но сейчас спасибо, безусловно, все то же самое. Спасибо команде, которая, безусловно, дает условия для того, чтобы ты играл и ни о чем другом не думал. Во многом Таня Козлова, да, потому что благодаря ей зародился этот проект в ЛОКО, и сейчас до сих пор он держится. Спасибо всем, опять же, командам, которые присутствуют на рынке, потому что, опять же, они тоже во многом двигают все это в России, в ФИФУ, потому что все-таки в Европе глобально команд намного больше, и нам не хватает где-то присутствия профессиональных команд, большего присутствия профессиональных команд. Но, да, спасибо, в первую очередь, команде и всем-всем, кто поддерживает, болеет на турнирах. Всегда там приятно какие-то комментарии, интересные посчитать не только от друзей, но и от каких-то сторонних людей. Ну и давно, кстати, уже год прошел с последнего, а нет, международные ивенты были еще в декабре, но все равно прикольно, в первую очередь, наверное, на международных ивентах, когда играешь, когда люди за тебя болеют, переживают это самое интересное, прикольное чувство, и вот, в первую очередь, наверное, спасибо людям, которые следят именно за этими ивентами и болеют. Ну, мы точно следим и болеем, и надеемся увидеть тебя еще не раз на турнирах, как в России, так и на международном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok